Выставка, которую можно не только увидеть, но и попробовать. В галерее Паршин открылась необычная экспозиция. Все произведения искусства, а это именно произведения тонкой ручной работы, выполнены из шоколада, марципана, пастеллажа, карамели и других сладостей. Одной из первых побывала на этом празднике сладкоежек Анна Поляруш. Даже если вы давно сидите на жесткой диете, уже пять лет не ели сладкого, эта выставка принесет вам точно эстетическое удовольствие. Здесь не только каждое кондитерское изделие. Это произведение искусства, но и общая атмосфера праздника равнодушным не оставит никого. Этот сладкий подарок ко дню города и края преподнес Ставропольцам кондитерский дом «Любимая шоколадница». Все, что представлено на выставке, сладкие истории, навеянные искусством, не найти в магазинах. Это исключительно работа на заказ. Все экспонаты – реальные торты, которые уже выпекались для праздников. Этот свадебный торт – один из самых трудоемких. На вылипку деталей уходит огромное количество времени. Мы делали трехметровый торт. Просто он сюда не поместил. Тут 2,70 по талону пришлось делать поменьше. Делали трехметровые торты. Но дело, наверное, не в величине, не в высоте. А все-таки в эксклюзивности работы. Сама работа должна быть интересная, тонкая. Не просто большой торт. Например, этот торт называется «Маскарад». Поражает не только размерами, но и формой. Шары обтянуты марципаном и украшены шоколадными цветами. А маски, вырезанные из пастеллажа, раскрашены и декорированы вручную. А это торт «Юлий». К слову, может быть приготовлен любого размера, хоть до потолка. Сложным в исполнении его признают даже сами кондитеры любимой шоколадницы. Секрет внутри. Как заставить нежные бисквиты, пропитанные кремом, держать форму. Специалисты не рассказывают даже на выставке. Бисквит с кремом, все. Это внутренности любых тортов. Это то, что заказывает заказчик. Приходят, выбирают у нас. Любимая шоколадница готовит на заказ не только торты. Популярны среди ставропольцев кэнди-бары. По-русски сладкие столы. Нежнейшие пирожные, муссы, тарталетки, птичье молоко, макаруны. Гостям выставки разрешили попробовать все, не считая калорий. Равнодушным не остался ни один сладкоежка. Пирожные, я так понимаю, это что-то типа тирамису, возможно. И да все, что было. Выставка продолжает работать в галерее Паршин до 27 сентября. Вход бесплатный.